Я решил походить по лесу сосновому, подышать фитонцидами ёлок. Замечательный вид, не знаю, камера передаёт, это нет. А то всё, парк, город, дом. А тут послушать звуки природы, птички поют. Вчера большая стая лебедей летела. Хорошо, лепота, лепота. Вчера я здесь сделал, съёмочку, рассказал о двух случаях, очевидцам которых я был. Могу ещё рассказать в эту же тему и по прежней теме. Дорожка, что касается грибков. Два основных направления по борьбе с ними. Одно, это всем понятно, их выселить из организма путём создания в организме душника. это используются различные противопаразитарные травы, противогрибковые травы. и насколько я знаю, наиболее эффективным это дёготь, дегтярная вода. Я об этом уже сделал соответствующее видео, выложил, но там надо и ключевые слова, и теги подобрать, и перестроить название. Поэтому оно, так сказать, прошло незаметным. как женщина выгоняла с помощью дегтярной воды лишай. То есть тот же грибок, который сначала в виде лишая у неё был, так вроде потом лечили, прошло, а потом что-то рука зачесалась, и она решила попринимать дегтярную воду. И вот эта вот вода как погнала его изнутри наружу, что она, говорит, месяца два-три была покрыта всякоростой. Вот так он выходит. И второй вариант, это выманить его. Редко используемый, но тем не менее при правильном применении весьма и весьма эффективный. А вот здесь используется мокрая рубаха. Любой паразит, живя в организме, он испытывает всё-таки воздействие защитных сил на самого себя. И поэтому если предоставляется возможность уйти туда, где этих сил, сил защитных иммунитета, поменьше, то он охотно туда перебирается. И вот мокрая рубаха создаёт такие предпосылочки, что влага... Рыбки любят что? Конечно же они любят влагу. И они перебираются на то место, где нет воздействия защитных сил организма, и в то же время имеется влага, то есть на мокрую простынь. Они туда перебираются, но этот процесс не такой уж быстрый. В смысле, эту процедуру надо будет повторить не один раз, а несколько десятков раз для того, чтобы что-то так существенно вышло. И такой опыт тоже есть, женщина как раз описала. Одна женщина рассказала на передаче о том, как она использовала дегтярную воду, а другая женщина описала в письме, как она использовала мокрую рубаху и что у неё выходила. И после вот этих вот процедур, они подчеркнули, что самочувствие стало совершенно иным, здоровым. А кожа, говорит, мы такой кожи не видали. кожа стала бархатистая, как у младенцев, и даже ещё лучше. Лепота. 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 Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про Доброго здоровья и до новых встреч!